Авторы канала Уилсаком показали, как правильно распаковывать самый скандальный телефон от компании Samsung. Речь идет о флагмане Samsung Galaxy Note 7. Его релиз откровенно провалился из-за частых взрывов аккумуляторов. Воспламенение обычно происходило во время зарядки гаджета. В итоге компании пришлось отозвать все проданные устройства и остановить производство модели. Ну а ребята с Уилсаком решили смоделировать различные ситуации зарядки и посмотреть, взорвется их телефон или нет. Технику безопасности они соблюли. Даже обзор сделали в огнеупорном костюме. Привет, с вами Уилсаком. Сегодня я в теплоотражающем костюме, который называется ТОК-200. В руках у меня Galaxy Note 7. Почему? Потому что шутки долой. Сегодня мы распакуем эту штуку и попробуем ее зарядить неоригинальным адаптером. И посмотрим, что из этого выйдет. Заряжали и неоригинальными зарядными устройствами, и слишком мощными. Даже в шарф телефон завернули. В результате смартфон максимум нагревался. В Голливуде уже вовсю готовятся к новогодним праздникам, а точнее к новогоднему корпоративу. Под таким названием компании Paramount и DreamWork представят зрителям новый комедийный фильм. Трейлер опубликовали, как полагается, заранее 19 октября. Речь в ленте пойдет о том, как начальник филиала некой компании решает устроить новогоднюю вечеринку в главном офисе, чтобы получить хорошего клиента и не остаться без работы. Но, как обычно, бывает во всех фильмах про разного рода вечеринки, да и на большинстве корпоративов все выходит из-под контроля. Что из этого получится, узнаем 8 декабря, но, судя по возрастному ограничению 18+, зрители ожидают что-то наподобие знаменитого мальчишника в Вегасе. Пока все актеры будут отмечать новогодние праздники, Майкл Фассбендер вернется в прошлое и постарается узнать все секреты своих предков. Именно он исполнит главную роль в фильме «Кредо-убийцы». Лентой является экранизацией одноименной игровой серии, правда, в России прижилось оригинальное название «Ассасин Скрит». Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, герой Фассбендера переживет приключения своего предка Агилара в Испании 15-го столетия. Ну а заполучив невероятные знания и способности, он сразится с главными антагонистами – рыцарями Ордена Тамплиеров в наше время. Мировая премьера назначена на 14 декабря, но в России на экраны картина выйдет только после Нового года. Президент Филиппин Родриго Дутерто вновь нелестно выразился об американском президенте. Это событие сразу же стало самой обсуждаемой темой среди пользователей Твиттер, ну или большинства из них. Многие даже отмечали, что, мол, не боится господин Дутерто открыто высказывать недовольство тем, что Запад диктует Филиппинам внешнеполитический курс. Но что интересно, в этом году Дутерто уже один раз высказывал свое недовольство в довольно грубой форме в адрес американского правительства, в частности президента, но уже через месяц извинился за это. Ну а в завершении мы поговорим о друзьях, а точнее о том, как пользователи Инстаграм проводят с ними время. У Ди Кью со своими друзьями побывал в центре Сосновый Бор. Если верить улыбкам на лице этих людей, прогулка по городу – это самое, что ни на есть лучшее времяпровождение. Ну а лучшие друзья девушек – это бриллианты, но и цветы в этом деле не уступают. Фото Алекса Заревой. Ну а если вам есть чем поделиться, то свои фотографии отправляйте в директ на нашу страницу Инстаграм Интересно ДЗД. Это была рубрика «Хэштег Интересно». Будьте активны в сети, не забывайте про реальную жизнь, подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграм и помните – Интересное всегда рядом.